Начиная с 1 мая ветераны труда Самарской области снова начнут получать ежемесячные денежные выплаты, которые были приостановлены в марте 2017 года. Тогда был введен критерий нуждаемости. Пособие оставили только тем, у кого пенсии была меньше 19,5 тысяч. И вот теперь справедливость восстановлена в канун праздника весны и труда. Льготы возвращаются. Сегодня есть возможность принять такое решение во многом благодаря президентскому гранту. Тому гранту, который получил регион Самарской области по оценке социально-экономического развития за предыдущий год. Вот во многом это, благодаря решению президента, мы можем сегодня принять решение о восстановлении единой денежной выплаты нашим ветеранам. Напомню, что сегодня на территории региона таких ветеранов проживает 91 508 человек. Мы знаем их по именам буквально, которым с мая восстанавливаем эту денежную выплату. Самарская область была признана одним из лидеров регионального развития. Работа управленческой команды оценивалась по итогам выполнения 12 национальных проектов. Согласно этой оценке, Самарская область дополнительно получила около полутора миллиардов рублей из федерального бюджета. Дмитрий Азаров предложил жителям региона самим решить, на что направлять эти средства. В итоге было решено вернуть льготы ветеранам труда. Канун первомайских праздников предложение жителей одобрила губернанская дума. Единогласно поддержана законодательная инициатива руководителя региона, губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, о возвращении льгот ветеранам федерального регионального значения, репрессированным, труженькам тыла и пострадавшим от политической репрессии. То есть той категории, которые в 2017 году были приостановлены в соответствии с критерием нуждаемости эти выплаты. Все правильно губернатор сделал, потому что касается большого количества наших граждан и льготников, и всех граждан нашей губернии, которые своим трудом заслужили этого. У каждого большой трудовой стаж, и они действительно достойны того, что все-таки родина оценила. Я очень благодарна и признательна губернатору, что он принял правильное решение. Власти также сообщают, что для возобновления выплат дополнительно обращаться никуда не нужно. Фамилии всех получателей есть в базе данных, и деньги будут доставляться вместе с пенсией автоматически. Олег Зверев, Григорий Пешаков, События.